Врач становится предпринимателем. Часть первая про деньги. И сегодня со мной в студии, разрешите представить наших гостей, Вадим Юрьевич Вишняков, человек, который долго возглавлял такую организацию, как АО «Медицина» в качестве финансового директора. И Артур Хасанович Гудов, серийный предприниматель, кандидат медицинских наук, руководит большим количеством компаний, про которые он сам расскажет, и который прошел путь от врача до крупного предпринимателя. Совокупный объем выручки его компаний сейчас составляет 500 миллионов рублей в год. Начать я хотел бы вот с чего. По данным РБК, в 2021 году рынок коммерческих медицинских услуг вырос на 16%. Я хотел бы сделать такое утверждение, что через какое-то время рынок продолжит рост, но рост будет очень неравномерным. Крупные компании продолжат консолидацию, но возникнет целая ниша медицинских центров, которые будут собраны вокруг компетенции и знаний отдельных врачей, которые займут нишу той клиентской базы, с которой работает врач. Как вы согласны с этим утверждением? Что вы можете прокомментировать? Что вы думаете об этом тезисе? Вопрос в том, что мы понимаем под одним врачом. На мой взгляд, если мы говорим о клиниках с одним-двумя врачами, наверное, это не то, что нас ждет в будущем. А какие-то узкоспециализированные клиники с возглавляемыми звездами. То есть это мы уже видим и сейчас, но, скорее всего, это действительно будет продолжаться. То есть достаточно много врачей хотят себя попробовать в качестве предпринимателя. И, соответственно, скорее всего, эта тенденция будет продолжаться. Тем более в текущем положении вещей, когда действительно продвинутому врачам не всегда интересно быть в рамках какой-то крупной структуры. И оставаться наемным сотрудникам. Они понимают, что они могут сделать больше, могут заработать больше. И, соответственно, наверное, действительно люди будут пробовать... То есть вы больше верите в формат средних медицинских центров, а не когда врач снимает помещение, работает один, может быть, с помощником, с медсестрой, и ведет свою аккредитенцию? В одиночек я, честно говоря, не очень верю. То есть, на мой взгляд, все-таки время одиночек, оно где-то там в 90-е... Ну, стоматология развивалась таким образом? Стоматология развивалась, но, тем не менее, мы все равно видим, что кабинетов именно с одним врачом не так много. То есть, все-таки подбираются некие агломерации, да? Там, скажем, какие-то есть цепочки, связанные там терапевт, ортодонт, ортопед, да? И это выстраивается там, даже если это не крупная сетевая клиника, да? Но это уже какой-то там клиника на несколько кресел, да? Там есть и сейчас отдельные врачи. Вот там в стоматологии, наверное, это наиболее распространено, когда есть врач с одним креслом. Ну, еще такая история, наверное, опять же, возможно, и есть такие примеры там в косметологии, да? Если мы говорим все-таки о каких-то других направлениях, ну, скажем, офтальмология, там, или гинекология, или та же самая урология, да? То есть, все-таки я больше верю в некую небольшую команду, да, которая, в принципе... Ну, опять же, понятно, что предприниматель там, скорее всего, один или два, да? Остальные – это наемные сотрудники. И, опять же, как показывает практика, в основном, опять же, вот врачи, которые наемные, они идут за вот этими лидерами, да? Они их хорошо уже знают в процессе работы там в больших клиниках, в больших компаниях, и они им доверяют, и идут за ними вот в такие, как бы, истории. Радо, что вы думаете. Ну, начнем с того, будет ли рынок расти, да? Да, я бы подискутировал на вопрос о том, что все-таки мы уходим от врачей с одним доктором, потому что в крупных городах, да, это имеет место быть, потому что пациенты идут на бренд, на клинику. В малых городах, там, с населением до 250-300 тысяч, мы, наоборот, наблюдаем, что люди ищут специалиста с именем, то есть идут на фамилию доктора. Там народ, как правило, знает друг друга, знает, и там виральность или там сарафанное радио работает очень хорошо, и идут на доктора. И вот в таких малых городах очень много примеров, когда доктор, там, эндокринолог может открыть свою частную клинику, иметь под боком лабораторный кабинет, где он берет анализы, ему, в принципе, этого достаточно. Там на тяжелую диагностику он отправляет в центры, где это есть тяжелая диагностика, и при этом работает качественно и хорошо. Касательно урологии, гинекологии и всех таких вещей, тут тоже я бы поделил, как бы, если доктору нужна операционная, большая техника, тогда он не задумывается о предпринимательстве, он идет работать в клинику, где ему эти условия обеспечат. Но чем ниже вход, скажем так, в рынок, тем желание у доктора попробовать свои силы в предпринимательстве или работать на себя, скажем так, оно выше. Это касается, наверное, врачей-консультантов узких специальностей, таких как эндокринолог, гинеколог, доктор УЗИ, которому нужен, по сути, УЗИ-аппарат и маленький кабинет, и он сам, если у него есть имя, на него идут. И у меня таких примеров очень много. То есть мы говорим именно об одном враче? Да, это один врач, да. Фактически частно практикующий врач, да. И в малых городах это прям... Просто в Москве, да, опять же, они фактически частно практикующие врачи, да. Но, как правило, все-таки это обрастает неким... Да, да, потому что в Москве... Других врачей, да, и, соответственно, это... Я согласен с вами. В Москве построить бизнес гораздо тяжелее. Одному доктору он выйдет, как бы, и в этом информационном потоке, в этой рекламе он там свой голос никак не заявит. В малых городах это сделать гораздо легче. И они это делают. Ну, и в том формате, да, нужны деньги на старт проекта. Вадим, где их взять? Ну, опять же, понятно, что у нас есть такая замечательная формула 3F. Friends, Family, Fools. Ну, поясните. Для тех, кто не знает английский. Друзья, семья и, ну... Наивные люди, которые верят... Что эти деньги когда-нибудь вернутся. Что они приумножатся, как у братьев, видимо. Вот, но на самом деле, опять же, понятно, что вот этих наивных людей, их в реальности не существует. Да, все равно, если мы говорим там о бизнес-ангелах, о там, инвесторах, венчурных, они все равно хотят видеть концепцию развития, они хотят понимать, каким образом это все будет работать, каким образом им будут возвращаться деньги. Поэтому, то есть, если мы говорим о привлечении инвестиций вне вот там семьи, друзей, да, то, соответственно, предпринимателю, который собрался стать предпринимателем, придется все-таки сделать некий там бизнес-план, при этом он должен быть не абстрактный какой-то там по учебнику, а он должен действительно доказывать инвестору, что и инвестор должен в это поверить, что он действительно свои деньги вернет. Если инвестор этого не увидит, никаких денег, в принципе, увидеть будет невозможно. Но, опять же, то есть, это могут быть сбережения, да, если мы говорим там о тех же стоматологах зарплаты достаточно неплохие, да, и, в принципе, то есть, можно за какой-то период времени скопить некий начальный капитал для того, чтобы вложиться. С специалистами других направлений тут несколько сложнее, да, скопить капитал, но, опять же, то есть, там, может быть, это... Пришло время задать вопрос Артуру. Как вы начинали свой путь от врача к предпринимателю? Это была семья, друзья или это наивные люди? В моем случае это были друзья, вот, это был 2009 год, вот, и была выбрана франшиза одной из известной лаборатории лидера на рынке тогда еще, на тот период, наверное, она тоже была лидером, но была сильно меньше, чем сейчас, было порядка 70 офисов, сейчас у компании полторы тысячи офисов, вот, и я, когда пытался, там, и хотел войти в бизнес, я понимал, что у меня нет опыта в бизнесе, поэтому лучше воспользоваться франшизой, где уже выстроена система, и это меня, снимало с меня риски того, что, ну, вероятность того, что не получится бизнес, там, сильно ниже, вот, и я с этой идеей пришел к другу, и он, собственно, инвестировал в проект деньги. Не пожалел потом? Нет, не пожалел, и дальнейший рост, он был органический, вот, какая-то часть бизнеса продавалась, реинвестировалась в новые проекты, и, собственно, дальше мы росли. Кредитов от банков у нас, как, мы не брали, не брали, потому что не хотели, или потому что не было такой возможности? Очень сложно было взять кредит, у нас было несколько, там, и сейчас есть несколько юридических лиц, они все взаимосвязаны, и когда ты приходишь в банк, там, взять хотя бы даже один миллион рублей, они из тебя, там, гору бумаги требуют, и аффилированность, даже когда у вас сейчас оборот, там, 500 миллионов рублей, банкский кредит, мы не ходим сейчас в банки кредитами, сейчас ставка не позволяет, как бы, а как вы сейчас развиваете свои проекты? Мы ищем частных инвесторов, вот, у нас есть сейчас два проекта, которые мы стартанули, один чуть раньше, другой, вот, в этом году, они имеют разную целевую аудиторию, в лабораторке первый проект это дискаунтер, в городах за 500 тысяч мы хотим построить сеть лабораторий, а не лабораторий. Пунктов для взятия биоматериала расконцентрироваться на удалении всех издержек ненужных, там, и тех вещей, которые сильно подъедали экономику, два стандарта в медицинских офисах. Проект называется Тулаб, в городе Нальчике есть такой проект, и в городе Нарофоминск. Модель себя зарекомендовала, и, в принципе, мы сейчас на этапе привлечения инвестиций и дальнейшего масштабирования проекта. Второй проект направлен больше на города-миллионники, там мы хотим построить самокат в медицине, скажем так, где медсестра в течение получаса приедет и возьмет у вас кровь на исследование в одной из... Если кто-то хочет проинвестировать деньги, можно к вам обращаться, и вы... Можно, да, мы готовы обсуждать. Возможно, возьмете партнера. Да, мы готовы это. А вы до сих пор развивали бизнес самостоятельно, или у вас были партнеры? У меня и сейчас есть партнеры, там у нас несколько человек, которые там мы там из проекта в проект практически одни и те же люди там на протяжении последних 15, ну не 15, 13 лет со мной идут, мы дружим соинвесторы и где-то управляем проектами. Ну это такая хорошая история. Зачастую я лично стался с тем, что партнеры в какой-то момент, особенно когда наступает успех, начинают ссориться, расходиться, возникнут какие-то проблемы. Вадим, Артур, может быть, что вы думаете, да, как выбирать партнера, как не допускать такие ошибки, потому что очень важно, что ты входишь в бизнес практически навсегда, либо ты должен понимать, как ты выйдешь из него потом. Какие основные ошибки есть на старте? Когда успех, на самом деле иногда полегче, да, вот, хуже, на самом деле, на практике бывает, когда не успех, да, и когда там партнеры начинают делить убытки и прочее, прочее, прочее. Но, правда, с прибылями то же самое бывает. Поэтому, ну, вот, я видел и такие, и другие ситуации, да, когда партнеры просто ударили по рукам, сказали, вот мы начинаем бизнес, у нас, ну, а там разберемся, да, и вот, к какому-то этапу они приходят, и там, я не знаю, по каким-то причинам, ну, то есть, разные взгляды на дальнейшее развитие. Каждый видел, что, что-то еще, и тут начинается, как это возбежать. Просто нужно сразу же, в принципе, вот, понятно, что там страшные слова, шеохолдеры, гриммон, да, там, и так далее. В принципе, если мы говорим о простом, да, варианте, да, но это соглашение между акционерами, в котором будет прописано все, что будет, если все будет хорошо, что будет, если все будет плохо, и, соответственно, все варианты возможного выхода, там, привлечения новых инвестиций, и так далее, и тому подобное. То есть, надо продумать на будущее все и позитивные, и негативные варианты, и понимать, каким образом в каких случаях будет происходить взаимодействие. В противном случае, ну, то есть, я не видел ни одной хорошей истории, когда на бумагу это не положили, и потом все разрулилось как-то само. Всегда это бывает очень неприятно. Поэтому, то есть, вот, мой совет, если кто-то собирается открывать свое дело с компаньоном, нужно это очень четко прописать. Все нюансы. Я абсолютно согласен, что все договоренности должны быть положены на бумагу, но, помимо финансовых взаимоотношений, наверное, еще стоит добавить, что должно быть право вето на решение. Бывают решения, которые сложно принять, и если у вас есть паритет по долям, то нужно понимать, у кого есть право голоса наложить вето на то или иное решение, и это должно быть тоже в соглашении. В моем случае мы всегда с партнерами отдавали 1% управляющему партнеру на принятие решений. Если у нас там поровну поделены дали, то мы 1% отдаем на вот такое управленческое решение, которое может заблокировать или там одобрить наоборот решение. И это все должно быть положено на бумагу, и это в будущем вас избавляет от кучи голов. Приходилось какие-то спорные ситуации решать таким образом? Или как-то пока все ровно шло? У нас было многое, мы и ругались, и мирились, и ссорились, но всегда мы в начале пути договорились, что мы деньги это не самое главное, а главное взаимоотношение, которое у нас есть. И это позволило нам входить повторно после неудачных проектов. То есть был удачный проект, потом были неудачные проекты, потом вновь мы собирались, стартовали, и мы всегда стараемся к неудачам относиться с выводами, делать выводы, какие ошибки были допущены, идти дальше вместе. И вот эти, когда ты один-два раза преодолеваешь это, то в принципе к неудачным проектам отношение меняется. Неудачные проекты тоже были. Неудачные проекты тоже были. У нас сегодня программа про деньги, как понять, когда закрывать неудачный проект? Тут сложный вопрос, все зависит от глубины кармана, наверное, насколько долго ты можешь тянуть неудачный проект, и от ощущения, или не только даже глубины кармана, от наличия времени заниматься этим проектом, от поиска решений, от дальнейших. Всегда, когда ты понимаешь, что у тебя что-то не идет, наверняка что-то делается не так, как должно быть, или рынок ожидать. Плавно подходим к вопросу, началась деятельность, что надо делать, в первую очередь, с точки зрения управления финансами, чтобы избежать закрытия проектов, и понимание, что что-то уже пришло не так, что есть уже какая-то драматическая ситуация. Нужно бежать по рынку, и всем рассказывать про свой проект, что он у тебя есть, и как можно быстрее наращивать выручку. И чтобы прям про этот проект узнала, как можно больше людей, и наращивать, наращивать выручку, то есть активно заниматься продвижением. Самая большая ошибка, наверное, у врачей, практикующих или хотящих практиковать, они думают, что я сейчас кабинет открою, и ко мне придут. Надо понимать, что если ты решил открыть бизнес, то надо даже если ты один доктор, относиться к себе как к организации, со всеми вытекающими. У тебя должен быть маркетинг, продвигаться, вести бухгалтерию, и ты это все должен делать один, потому что если ты хороший доктор, и о тебе никто не знает, к тебе никто не придет, и бизнеса у тебя не будет. Поэтому нужно продвигаться, нужно знать и понимать, где какие воронки продаж ты можешь устроить. Сейчас благо есть соцсети, и в принципе там активно доктора делают себе бренды. Вадим? Это маркетинг. Маркетинг, Понятно, что надо быстро бежать и набирать закрывать те кассовые разрывы, которые у тебя появились. Другой вопрос, и к сожалению, на самом деле, в принципе у нас в малом и даже в среднем бизнесе, не только в медицине, но и в других отраслях достаточно часто все действительно сосредоточено именно на маркетинге, главное продать, а там дальше разберемся. Но достаточно часто это приводит к тому, что разбираться уже мягко говоря не с чем. То есть мы можем продавать условно ниже себе стоимости, генеря убытки и так далее. Бежать за выручкой. Ну да, бежать за выручкой любыми способами. Соответственно, кроме того, что... Я тут немножечко поправлюсь. Я в первую очередь хотел бы сказать, что мы должны понимать, что у нас безусловно продукт качественный, то есть мы не ухудшаем предоставление этой услуги, которую мы продвигаем. Я говорил о том, что как можно быстрее и шире аудитория должна узнать о вашем проекте. Но при этом не надо бежать и демпинговать кого-то, стараться своего конкурента задать. Чаще всего так и начинают новые деятельности. Но это ошибка. Почему? Всегда надо, мне кажется, конкурент... Цена не является таким уж конкурентным большим преимуществом. Можно находить другие конкурентные преимущества, дополнить каким-то исследованием свою услугу или еще что-то. И за счет этого искать крючки, по которым именно к вам придут пациенты. Просто я достаточно часто в своей практике сталкиваюсь с тем, что предприниматели... Когда ты спрашиваешь, а у тебя вообще какой финансовый результат? Такое недумение. То есть предприниматели не считают в принципе финансовый результат, достаточно часто развито такое кэшевое мышление. То есть мне хватает туда-сюда. Пришло-ушло, вроде чего-то там осталось и ничего нормально. Но реально что пришло, что ушло и что-то условно вытащил в качестве дивидендов, а ты мог это вытащить? Вспоминается анекдот, когда перед одном годом собрание и финансовый директор выступает, говорит, мы закончили Новый год с прекрасными финансовыми результатами, но денег отметить нет. То есть должны быть и деньги, но и должны быть результаты. Опять же я сталкивался с тем, что в принципе по кэшу все нормально, пара практических советов в начале деятельности. Потому что совершенно понятно, что это стрессовая ситуация, что голова болит о том, как набрать пациентов, как бежать по рынку. Что нужно обязательно сделать с самого начала, чтобы не попасть в такую ловушку? На мой взгляд в любом случае должен быть простейший отчет о прибылях и убытках, простейший отчет о движении денежных средств. Это не должно быть что-то такое сложное, используемое в крупном бизнесе. Надо понимать каждый месяц сколько ты потратил денег. Сколько ты потратил, сколько ты получил денег. Тогда ты можешь осознанно принимать какие-то решения. деморализуют. Что делать? Можно даже сделать это в банальном Excel. Я бы еще немножечко дополнил. Вы всегда должны понимать сколько вы должны тратить на продвижение и не забывать про то, что вам какую-то часть, какой-то процент от этого бюджета вы должны реинвестировать на развитие. Не все деньги должны выводиться и тратиться. Это тоже должно быть, но особенно на первых парах, чем больше вы реинвестируете, тем ваш бизнес будет расти. и еще одно. На начальном этапе очень сложно отделить карман компании от собственного кармана. И некоторые впадают в эту ошибку, оно все замешано, и там вот тут мы бизнесом занимаемся, а тут мы купили продуктов к столу, домой, из дома что-то принесли, и тогда уже понять, что происходит с бизнесом практически невозможно. нужно четко разделить. Нужно четко разделить. Деньги организации, это мои деньги. Своими я распоряжаюсь так, деньгами организации я распоряжаюсь так. Это все должно быть четко разделено. Ну и тут, когда есть партнер, это тебя дисциплинирует. И ты четко понимаешь, что это компания и деньги. Деньги принадлежат компании, а твой кошелек и твой кошелек это разные потоки. Это действительно так. Давайте еще поговорим немножко о таких прикладных вещах. Когда мы говорим об оснащении кабинета или небольшого медицинского центра, мы сталкиваемся с тем, что нужно приобрести оборудование. Какие вы можете дать практические советы, как подойти к выбору оборудования, к финансированию покупки, какие должны быть подходы уже с учетом вашего опыта подойти к оснащению? На мой взгляд, достаточно часто, если мы говорим о крупном бизнесе, врач, находясь в крупном бизнесе, он мыслит не как предприниматель, а как все-таки наемный работник, и к выбору оборудования он подходит ровно так же. ему хочется некую красивую игрушку, чтобы пациентам сказать, а вот у нас самое передовое оборудование. Я не раз сталкивался с такого рода выборами, когда ты спрашиваешь врача, а вот тебе вот это оборудование именно зачем? Ну, вот это последнее, хорошо, окей, а вот чем она отличается от оборудования, я не знаю, на 20, на 30, даже на 50 процентов дешевле, а вот там такие опции, ты спрашиваешь, окей, хорошо, эти опции в твоей практике как часто используются? Оказывается, что они используются крайне редко, и, соответственно, перейдя из шкуры наемного работника в предпринимательство, нужно очень четко понимать, что все вот эти заморочки будут за твой счет, соответственно, нужно выбирать оборудование таким образом, чтобы оно было максимально эффективно, то есть никаких лишних опций тебе не нужно, то есть тебе нужно оказывать некую услугу. С точки зрения финансирования, слава богу, несколько лет назад принято было решение, что лизинг медицинского оборудования освобожден от НДС, и в принципе, опять же, это хороший путь для приобретения, в том числе, индивидуальными предпринимателями медицинского оборудования, то есть не возникает НДС, не увеличивается стоимость, и в принципе, опять же, достаточно много компаний, которые поставляют медицинское оборудование, это, наверное, если мы говорим про начало бизнеса, про открытие, это, наверное, лучший вариант финансирования. На новую организацию можно получить лизинг? Я отвечу, практически никогда нам не давали, не давали, особенно, если это касается каких-то региональных проектов, то всегда это прям очень сложно. Если тебя уже знают, ты на рынке давно, тебе привезут все сделать. Есть еще другая модель, когда оборудование берется, если оборудование предполагает использование каких-то расходных материалов, его можно взять под контракт покупки расходных материалов и приобрести так. Бывает так, что очень часто какие-то медицинские центры закрываются и есть вполне себе адекватное хорошее оборудование, которое было использовано один год. Почему бы не рассмотреть его, мы такие варианты тоже рассматриваем. Бывают варианты, когда просто в аренду можно взять. Если это оборудование можно перевозить и оно не емкое, не МРТ, не КТ, то можно рассмотреть вариант аренды и относиться к этому как к амортизации твоего оборудования и вообще его не покупать. А потом, когда уже вы понимаете, что у вас дело идет, у вас все хорошо, есть деньги на финансирование покупки, тогда рассматривать покупку. А какой тип оборудования можно сейчас взять в аренду? Ультразвуковые аппараты пожалуйста можно купить. Наверное из КТ, МРТ это уже сильно дорогое оборудование. Какая-нибудь гастроскопия тоже 5-6-7 миллионов стоит. Калмоскопы, стойка и все остальное. А если брать для гинекологии кальпоскоп купить и ультразвуковой аппарат наверное самое дорогое в кабинете гинеколога это руковое его можно не покупать а самый банальный УЗИ аппарат на мой взгляд не банальный скажем так но снос на котором мы покупали это лоджик F6 он стоил порядка 17 тысяч долларов. Если вы его не покупаете у вас высвобождается а берете в аренду у вас высвобождается большое количество денег. Немножко про аренду поговорим аренду помещений какие сейчас практики есть на что обратить внимание как спланировать договор с арендодателем можете выдать какие-то прикольные советы на моей практике самый лучший вариант это долгосрочная аренда больше пяти семи лет с регистрацией этого договора в регистрационной палате потому что на моей практике было два случая в одном случае у нас не было долгосрочного договора аренды и нам пришлось ехать потому что поменялся собственник а собственник купил помещение под себя и хотел там открывать свой бизнес мы вынуждены съехали второй случай у нас был договор аренды длинный поменялся тоже собственник и новый собственник хотел поднять аренду но у нас был длинный договор и мы имели контраргументы которые были приняты и мы остались в этом помещении и дальше успешно сотрудничали поэтому длинный договор он спасает и об этом надо всегда думать наверное плюс всегда надо предусматривать какие риски по инфляции по повышению ставки и это вот наверное два пункта которые всегда обсуждаются с арендодателем я наверное соглашусь с тем что опять же не всегда это возможно но понятно что если это невозможно заключение долгосрочного договора то это в общем риски да понятно что если заключается договор там с какими-то государственными учреждениями и так далее практически невозможно нет как раз риски могут быть уменьшены просто у меня вот сейчас там есть на практике там клиника которая там ну просто по техническим причинам арендодатель не может долгосрочный договор делать и они это делают на 11 месяцев с пролонгацией но вот пока там на протяжении нескольких лет никаких там подводных камней не всплывает в принципе то есть арендодатель заинтересован в аренде и он сдает но я согласен что лучше все-таки заключать при возможности долгосрочный договор и основное на что надо обратить внимание это на условия изменения договора то есть чтобы это не было в одностороннем порядке чтобы это было либо прописано там что условно там арендная плата может повышаться не более чем но никак не в одностороннем порядке если есть пункт о том что договор может в одностороннем порядке арендодателем изменяться то даже долгосрочный договор фактически ничем не обезопасивает да в одно прекрасное утро арендодателю действительно там поступит другое более интересное предложение он скажет а вот собственник может поменяться помещение у меня было много случаев когда мне арендодатель говорил да зачем нам продлевать договор аренды мы с тобой дружим все хорошо и я всегда наставил ты завтра захочешь продать помещение придет новый собственник и мне скажет выходи вот поэтому всегда лучше настаивать на том чтобы договор был длинный и все условия были прописаны вот немножко обобщающий вопрос теперь да то есть мы рассказывали вы рассказывали в большей степени про предыдущий опыт в прошлой жизни мы сейчас живем в новой экономической реалиях вот я задам такой вопрос вот непростая сейчас ситуация экономическая вот какие эта ситуация накладывает ограничения или возможности с вашей точки зрения может быть пока вообще не стоит ничего открывать и переждать эту бурю посмотреть как все нормализуется и вообще какие изменения там в кредитовании например финансирование что сейчас какие есть новости в связи с наступившими событиями ну понятно что с точки зрения финансирования ничего хорошего на данный момент нету да даже сниженная ключевая ставка это очень дорого и соответственно то есть кредиты сейчас лучше не брать кредиты да по таким ставкам а если ставка снизится есть возможность потом понизить условия своего договора ну наверное да но на протяжении не очень понятно какого времени придется жить с высокой ставки когда снижается ставка то можно пересмотреть условия ну иногда или это невозможно подписался уже это возможно понятно что если рынок падает то ну ставка падает то соответственно ты можешь прийти и к текущему кредитору и сказать рыночные условия изменились давай переподписываться если это не происходит ну рынок на самом деле кредитования он достаточно широкий ну если не говорить сейчас да нормальный он очень узкий на данный момент но узкий значит не дают деньги ну очень выборочно и скорее дают все-таки деньги на уже какие-то проекты которые себя показали и соответственно то есть где можно понимать что ну и раньше то не особо хорошо легко давали то есть ну раньше было все-таки попроще да сейчас тогда было проще да может быть мы через 3 месяца скажем вот тогда ну опять же пока вот там условно 2 месяца назад все вообще практически встало сейчас потихонечку откручивается и потихонечку все-таки кредитование это касается лизинга в том числе ну и лизинга и лизинговые компании тоже движутся вот по поводу начинать не начинать на мой взгляд сейчас достаточно много каких-то то есть кризис же это не только ухудшение да но это и возможности тоже на самом деле мы видим вокруг что возможностей тоже много там скажем увеличилось количество там операций по факуэмульсификации да по замене хрусталика да то есть выросли цены на линзы люди посчитали и решили что им теперь ну не по карману покупать линзы нужно делать операцию для того чтобы снизить финансовые какие-то свои издержки на самом деле вот казалось бы да это вроде как кризис а вот это растет у стоматологов такая же ситуация у стоматологов да то есть сейчас люди ринулись делать те которые не делали то есть у меня в округе там друзья там они по 10 лет не ходили к стоматологу сейчас вот они пошли поэтому то есть на мой взгляд как раз ну и опять же то есть о той же эстетической медицине и прочее 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 а люди не имея возможности вложить в путешествия да не имея возможности вложить в автомобили в квартиры и так далее они начинают все-таки заниматься своим здоровьем и соответственно то есть у них несколько перестраивается вот приоритетность там скажем после ну ситуация там в Японии когда выросли очень цены на недвижимость и люди поняли что недвижимость просто недоступна они начали тратить эти деньги на здравоохранение вот на мой взгляд сейчас если говорить про Россию ситуация в общем-то достаточно похожая да то есть не очень много направлений куда можно тратить деньги да ну понятно еда да ну соответственно все-таки достаточно большой круг населения еще не только зарабатывает на еду да но у них еще все-таки что-то остается сверху этого да поэтому то есть другие варианты ну то есть все видите да там сколько стоят новые автомобили можно расслабиться и уже копить на эти автомобили стоматом у меня есть тоже небольшие дополнения первый свой проект я начал в декабре 2008 года если помните был финансовый кризис да большой проект медицинского центра я запускал в декабре 2014 года когда доллар улетел с 30 до 60 и в принципе наверное там и сейчас два новых проекта да тут какая мысль во-первых сейчас очень много игроков у которых финансовая модель несостоятельная они их смоют с рынка их не будет и высвободится очень много ниш вот плюс не обремененные большими кредитами начинать новое дело в кризис мне кажется очень хорошо потому что во-первых вы можете на небольшом рынке проверить свою гипотезу если она у вас на маленьком рынке будет работать то она у вас на большом будет лететь лучше поэтому понимать делать более пессимистичные прогнозы и выходить на рынок гораздо лучше чем вы сделаете супер оптимистический прогноз а получите на выходе совсем немного вот ну вот наверное такое дополнение будет начинать в кризис или нет спасибо время ответов на вопросы у нас есть вопрос по юридической стороне организации частного кабинета врача я думаю мы этот вопрос отложим до следующей пятницы когда у нас будет вторая часть проекта врач становится предпринимателем и у нас в гостях будут уже юристы профессиональные они подготовятся и подробно расскажут про нюансы разных форм организации частного кабинета врача следующий вопрос а если нет друга инвестора не обязательно друг инвестор должен быть нужно найти друга с деньгами но если серьезно опять же то есть то что я уже говорил то есть в этом случае нужно хорошо продумать бизнес который вы собираетесь начинать хорошо все просчитать там я не знаю собственными силами с привлечением специалистов да но у вас действительно должен быть четкий бизнес не просто а вот я хочу открыть там я не знаю офис врача семейной практики или там кабинет там я не знаю стоматолога я бы еще добавил не стесняться спрашивать конечно на самом деле в стране достаточно много денег которые сейчас некуда деть да то есть тяжело переправить за границу они тают и есть большое количество богатых людей которые могут вам поверить даже если вы не друг потенциальные инвесторы они конечно есть но опять же их надо заинтересовать и им действительно надо показать прозрачно откуда будут идти очень интересный вопрос дискутабельный инвестор должен полностью профинансировать проект или частично это доля в проекте или полное финансирование должен ли предприниматель играть только на чужие деньги и есть ли такая вообще возможность ну опять же как правило все таки если мы говорим об инвесторах они хотят видеть что тот кто начинает бизнес тоже в этом участвует просто так они относятся к проекту с большим доверием я бы сказал если ты часть своих денег тоже инвестируешь понятное дело что у тебя их может быть совсем не быть но ты нашел инвестора который готов профинансировать твой проект и за это ты ему отдаешь долю в компании а есть какая-то практика по процентам сколько условно нужно профинансировать самостоятельно на мой взгляд это вопрос договоренности там и бывает и 30 на 70 и 50 на 50 30 на 70 70 инвестор 30 предприниматель да или наоборот ну я думаю что на самом деле там минимальная все таки доля которую должен проинвестировать сам предприниматель это там 20 процентов хотя бы потому что если меньше ну то есть это говорит о том насколько будущий предприниматель да уверен вообще в том что это полетит да то есть если ты говоришь а вот у меня тут пара рублей 2 процента а остальное вложите да ну это означает что либо человек не очень подготовился к тому чтобы стать предпринимателем либо он в принципе не верит да в то что это взлетит понятно что то есть ну вот по мне там 20 процентов это хотя бы какая-то минимальная когда возвращаются деньги тоже в пропорции или сначала инвестор забирает не ну в принципе в пропорции конечно то есть если вход на паритетных то есть тоже имеет смысл это на старте поговорить да не безусловно нужно ровно так же в этом случае предприниматель он фактически партнер инвестора да и они должны четко прописать каким образом деньги будут возвращаться в партнерском соглашении желательно суметь прописать максимально все вопросы которые могут возникнуть и дележка денег и решение каких-то глобальных вопросов может быть так что у партнера инвестора будет 70% у него 30% но при этом голосующих у него будет наоборот 70% а у инвестора будет 30% ну да потому что он больше специалист в то есть не обязательно больше заплатил тот заказывает да да совершенно можно прописать прописать что экономические доли у нас такие голосующие доли у нас такие да это очень важное замечание да мы думаем что на старте имеет смысл в том числе такие ну безусловно чтобы понимать да кто в общем вот очень заказывает практичный вопрос какие условия кредитования реалистичны при какой ставке вообще нет смысла брать кредит и третий вопрос мы сейчас чуть позже на него ответим он тоже интересный ну опять же сейчас какие ставки есть ну на мой взгляд текущие ставки они малореалистичны да потому что это выше 20 то есть вообще даже не думать на мой взгляд сейчас вот ну кредитоваться это ну не знаю кто может даже по 20% сейчас можно взять деньги в банке ну я думаю что в принципе можно да но опять же 20% отбивать нереально даже каким-то устойчивым серьезным бизнесом а уж в начале это точно а какие сроки длина кредитов была скажем так ранее и может быть какая сейчас ну сейчас конечно уменьшился уменьшился срок то есть вот самое длинное про что сейчас говорят там банкиры это там 3 года то есть 3 года это уже долгосрочный кредит для них в текущей ситуации естественно там в до вот этой ситуации там были 10-летние деньги и 5-летние деньги да то есть сейчас горизонт это 3 3 максимума скорее это год да по ломовой ставке ну то есть сейчас вот в данный момент я не советовал бы никому в принципе связываться с ну и очень связанный с этим вопрос какой срок окупаемости я бы еще немножечко добавил бы надо скорее всего постараться вот если это первый бизнес не пользоваться кредитными деньгами потому что это будет к вашему стрессу основному как развивать бизнес вы будете стрессовать где брать деньги и как гасить кредит если вот пришло время кредитования и можете испортить себе кредитную историю вот все-таки постараться найти соинвестора и проговорить все моменты там про удачи про неудачи про длину и про горизонт планирования горизонт планирования какой срок окупаемости в медицинском бизнесе понятно что зависит от проектов но скажем так от и до какие примеры очень зависит от проектов то есть если мы говорим про крупные проекты это от 10 лет больше 10 если мы говорим о каких-то мелких проектах как вот кабинет это может окупиться и за год и за несколько месяцев то есть все зависит там условно если ты я не знаю ты терапевт да ты что у тебя у тебя аренда кабинета все у тебя руки твои все больше ничего на самом случае есть период лицензирования есть период ремонта это вряд ли все-таки несколько месяцев да это все равно ну я я говорю все-таки с момента начала не то когда мы запускаем проект на мой взгляд я бы говорил все-таки что это там 7-10 лет это более-менее такие средние крупные проекты ну да небольшие виде кабинетов той же лабораторной диагностики это 3-4 года сейчас да вот наверное где-то там где небольшие изначальные инвестиции это вот надо ориентироваться на вот такой горизонт соответственно трехлетние кредиты никак не ну они не помогают такой ситуации понятно то есть в какой-то момент ты просто не сможешь их обсудить конечно как решать вопрос с персоналом особенно на начальном этапе ну опять же вот что что мы о чем мы говорим да если мы говорим о истории когда у нас один врач и он фактически является частным частным практикующим врачом то персонала тут нет да тут есть конкретный врач я думаю облегчу вам возможность ответить мы сделаем отдельную передачу про персонал персонал я думаю что это отдельная третья часть уже после законодательства мы возьмем специалистов по управлению персоналом которые подробно расскажут про то как все-таки можно решать сейчас вопрос вопрос набором персонала удержания какие-то мотивационные схемы там много о чем можно поговорить особенно начальной стадии платить проценты платить фиксированный зарплат в общем большая большая тема мы это сделаем в части третьей по поводу долей голосования экономики что надо прописать я еще не зачитал но вы сделали заменять мы сейчас навряд ли сможем все описать есть очень хорошая книжка она так и называется партнерское соглашение я автора к сожалению не помню но в интернете я думаю найдете и там достаточно подробно было описано какие на какие моменты нужно обращать внимание и можно по этой книжке составить это партнерское соглашение и подписать чем больше вы пропишете тем лучше на самом деле то есть мало не будет если мы говорим о партнерских соглашениях в крупных сделках то это вот такие тома в которых там прописано чуть ли не каждый шаг соответственно понятно что такое соглашение разрабатывать на начальном этапе бессмысленно но тем не менее максимально что вы сможете продумать и прописать это будет только плюсом я думаю что мы опять же во второй части нашего проекта когда придут юристы зададим вопрос ну что делать с этим партнерским соглашением если что-то пошло не так можно ли с ним идти в суд да вот эти прикладные вещи мы обязательно разберем в следующей нашей части спасибо большое вам за дискуссию за ваш рассказ спасибо большое что вы были с нами ждем вас на следующей передаче подожди Продолжение следует...